В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Будущее зависит от всех и каждого. Глава региона Николай Меркушкин встретился с жителями Октябрьского района. Отремонтировать в кратчайшие сроки больше 9 миллионов рублей направили на ремонт сгоревшего дома на проспекте Масленникова. Веселые и отдохнувшие. 180 детей из Самарской области вернулись из Крыма. Борьба с вандализмом. Фасады домов очищают от граффити. Спасибо за канализацию. В Самаре вспоминают о достижениях Альфреда фон Вакана. В Октябрьском районе Самары будет построен спортивный центр типа «Тройка», подобный тому, который уже открытый в Тольятти и промышленном районе областного центра. О перспективах развития Самары говорил Николай Меркушкин на встрече с жителями района. Масштабное преображение города продолжается. Ближайшие годы пройдут под знаком благоустройства и строительства новых объектов. Чтобы реализовать все проекты, необходимо заручиться поддержкой из Москвы. А для этого важно, чтобы на предстоящих выборах жители поддержали как можно больше кандидатов от региона Федеральное законодательное собрание. Олег Зверев выслушал мнение. Предстоящие избирательные кампании стратегически важны для 63 региона и для страны в целом. Масштабное преображение Самары, которое происходит в последние годы, заметно всем жителям. Программа «Максимум» не просто сделать город комфортным и уютным для жизни, но и придать ему лоск европейской столице. Такого был лейтмотив обращения Николая Меркушкина к жителям Октябрьского района. Подобные мероприятия прошли уже в сельских районах. В Самаре это первые встречи в таком формате. Чтобы в городе появились современные дворцы и дороги, необходимо, чтобы как можно больше представителей региона прошли федеральные собрания. К примеру, интересы соседнего Татарстана в Госдуме лоббируют 16 депутатов. Наших всего 4. И всенародные задачи – изменить ситуацию. И для того, чтобы у нас больше возможности это делать, исключительно важно, чтобы мы этот этап политический прошли успешно. И мы бы занялись всем конкретными, значительно более активно конкретными делами. Все уровни власти от общественных советов. Мы общественным советам дадим дополнительные полномочия, дадим даже исполнителей, для того, чтобы это было значительно ближе к людям. Выборы проходят в сложной внешнеполитической ситуации. Сегодня Россия столкнулась с небывалым давлением со стороны Запада. День выборов должен стать индикатором того, насколько наше общество сплоченно и сможет ответить на внешние угрозы. Конечно, мы вас поддерживаем и видим ту работу, которую вы проводите. И как жители Октябрьского района благодарим, в первую очередь хочу сказать, что мы благодарим за те пешеходные улицы, вернее участки улицы. Это Осипенко, Челюскинцев, Яблоневый сквер. Но хочу сказать про больницу Пирогова. Значит, мы находимся на улице Полевой и очень бы нам хотелось, чтобы сделали такую же красоту, вот если это возможно, как на Новосадовой. Не только тротуар на Полевой, но и весь город должен быть благоустроенным. Самаре предстоит принять чемпионат мира по футболу, который по зрительскому рейтингу не уступает Олимпийским играм. Важно, чтобы в предстоящие пять лет преображением города занималась профессиональная и ответственная власть. А депутат, который до сих пор представлял Октябрьский район в губернанской думе, его развитием практически не занимался. Тот прислалутый кандидат был выбран не жителями Октябрьского района, а был выбран в том числе и финансо-промышленными группами, и в том числе, к сожалению, в эшелонах власти. В том числе на определенных избирательных участках. В целом, Октябрьский район жителей прислалутого кандидата, поверьте, не поддерживает. Открывая очередной ледовый дворец, за это вам отдельно еще раз спасибо, то, что вы хоккей поднимаете, подняли фактически с колен. Промышленный получил орбиту, с нетерпением ждем Кировский. Октябрьский троечку может ФОК получить? По городу, по городу практически, ну может быть только вот Куйбышевский, нет, Самарский, Ленинский, да может мы где-то найдем место, как бы объединенное будет, а так в основном везде должны быть вот эти комплексы со временем, где и лед, и универсальный зал, и плавательный бассейн для взрослых, и для детей, и фитнес-зал, и там тренажерный зал, все под одной крышей. За время встречи прозвучали десятки обращений, а также конкретных проблем, требующих решения в режиме ручного управления. Николай Меркушкин подчеркнул, что все они будут оформлены как наказы избирателей кандидатам в Государственную и Губернскую Думы. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В Самаре может появиться памятник Владимиру Орлову. Такое предложение высказали почетные граждане области на консультативном совете, посвященном организации праздника в честь 95-летия со дня рождения человека, который внес огромный вклад в развитие региона. Владимир Орлов возглавлял область 12 лет, и это время запомнилось как период преобразования экономического и промышленного роста. Такие этапы в истории должно знать и современное поколение, уверены участники совета. Этот участок набережной от Первомайской до Бассейна носит название Орловская набережная в честь Владимира Павловича Орлова, первого секретаря Куйбышевского обкома партии. Конечно, он много сделал и для благоустройства набережной, но запомнился далеко не этим. Область Орлов возглавлял 12 лет, с 1967 до 1979 года. За это время регион вошел в пятерку сильнейших в стране. Много Орлов сделал для экономического развития региона. Были построены крупнейшие заводы, в том числе автоваз и шоколадная фабрика, нефтеперерабатывающие предприятия, два дворца спорта, дом актера, цирк. Человек труда, человек дела. Так говорят об Орлове. Много внимания он уделял развитию сельского хозяйства и образования. Было построено огромное количество школ, были построены детские сады, строилась Беземянка, строился Болжский проспект. И мы все радовались, что наш город преобразуется, что город становится более красивым. Таких людей необходимо помнить. И важные страницы в истории не должны стать белым пятном для нынешнего поколения, считают почетные граждане Самарской области, бывшие руководители города и крупнейших предприятий. Эти люди должны остаться в памяти жителей Самарской области. С его командой будем так говорить, а в голове идет Владимир Павлович Балк, Тольятти, Новый город, метро и много-много ракетно-космический комплекс. Инициативу отпраздновать 95-летие с огня рождения Владимира Орлова поддержал губернатор Николай Меркушкин. Торжественный вечер пройдет в конце августа в театре оперы и балета. В первую очередь участниками этого события должны стать люди нового поколения. В том числе, в период истории Самарской области, я убежден, мы должны зафиксировать историю, чтобы подрастающее поколение знаний. И всегда работа на свой родной край, на чизнь всегда отмечалась. Тот период активного развития региона сравнивают с нынешним. При Орлове только за одну пятилетку почти 650 тысяч жителей области получили квартиры. И сейчас темпы строительства жилья такие, каких не было несколько десятилетий. Возрождается промышленность. Самарская область вновь становится опорным регионом страны. Ориентиром для будущих достижений могут стать успехи прошлого. Также на консультативном совете предложили назвать именем Владимира Орлова одну из новых улиц города и установить памятник. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Вернут крышу на место. Больше девяти миллионов рублей направили на ремонт сгоревшего дома номер девятнадцать по проспекту Масленниково. Сейчас рабочие стремительными темпами восстанавливают крышу. Нужно успеть до сезона дождей. Потом примутся за систему отопления. Ход работ проверила Марина Матвейшина. Была бы крыша над головой, остальное приложится, рассуждают погорельцы девятнадцатого дома по проспекту Масленниково, наблюдая за его восстановлением после пожара. Строители работают по двенадцать часов в сутки под чутким присмотром жителей. Люди с нетерпением ждут окончания работ, чтобы потом приняться за ремонт своих квартир. Квартира, конечно, стены целые, там все, потолок, все это пролило, там натяженные потолки у меня были, все порвало, все обои там все, значит, поотклеились. Но мы ничего сейчас не собираемся делать, пока крышу не сделают. Подрядчики обещают восстановить крышу как можно быстрее. Сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Выгорело больше тысяч двухсот квадратных метров. Теперь здесь нужно восстановить стропильную систему, обрешетку и покрытие, а также отремонтировать систему отопления. Люди стараются не мешать строителям и даже подкармливают их пирожками, чтобы работа шла веселее. Сейчас идет по графику, все вовремя, погода нам позволяет. Срок у нас до 15 сентября должны закончиться успеть. Деньги на восстановление дома выделили из резервного фонда чрезвычайных ситуаций. Люди относятся с пониманием и хотят, чтобы все было сделано на совесть. Мне нравится такая позиция жителей. Они становятся хозяевами своего дома и своей ситуации. Они хотят качественной работы, они хотят полной безопасности и сказали, раз мы уже столько времени ждем, мы будем принимать только качественную работу. И договорились с старшим по дому, с инициативной группой, чтобы каждый вид работ ими принимался и они были в этом уверены. Районы и власти буквально в режиме онлайн контролируют ход работы, встречаются с жителями. Плюс добились того, что деньги, запланированные на капремонт дома, в следующем году пойдут именно на него, а не на восстановление крыши. Последнюю ремонтируют за счет резервного фонда. Кроме того, тяжелая техника повредила асфальт во дворе, а потому администрация Октябрьского района добивается, чтобы в следующем году двор включили в план благоустройства. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Далее новости с экономического фронта. Слово нашему обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Недолго на улице был праздник. Цена на нефть понемногу сползает вниз. Сегодня за баррель черного золота дают 44 доллара 62 цента. Но пока доллар не преодолел порог 65 рублей. На 11 августа Центробанк установил курс доллара США на отметке 64 рубля 81 копейка. Курс евро 72 рубля 23 копейки. Золото стоит 2776 рублей, серебро 41 рубль 3 копейки за грамм. Но и при таком раскладе рука больше тянется, например, к японской иене. Курс на сегодня всего 63 копейки. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 62 рубля 62 копейки. Дороже всего продавали за 67 рублей 38 копеек. По сообщению Центробанка, вывоз капитала из страны сократился в 5 раз. Штраф за вождение машины без страховки предлагают поднять в 10 раз, то есть до 8 тысяч рублей. А премьер-министр страны Дмитрий Медведев призвал снизить ставки по кредитам для российских аграриев до 5%. На этом все. Удачи в делах. Дорога была долгая, но доехали с комфортом. В Самару вернулись ребята, которые три недели провели на Черноморском побережье. Путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и победителям Олимпиад, предоставило областное правительство. Домой школьники привезли самые яркие впечатления и настроения на достижения в учебе и спорте. Сочинения на тему «Как я провел лето» напишут без труда. Эти каникулы ребята запомнят надолго. Крым, Евпатория и масса впечатлений. Владимир Литвинов до сих пор вспоминает Евпаторский аквариум. Там акулы были, рыбы, 3D-полы были. Круто очень. Отдельная тема дельфины. Их так близко многие видели впервые. В дельфинаре там и киты белые были, и дельфины. Все очень круто было. Думаю, на весь год точно всего набралось. Три недели в Крыму. В море плавали по два раза в день. Сил должно хватить на весь учебный год. А новых друзей теперь несколько десятков у каждого путешествовали. 180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдых организовало правительство Самарской области. Дорога была, конечно, длительная. Но масса впечатлений, которые получили дети, им достаточно будет на целый год. Потому что впереди ждет сложная учебная пора. Дети находились в санатории имени Крупской на первой береговой линии, где была организована масса развлекательных мероприятий. И это только первая смена. Сейчас в Крыму отдыхают еще почти полторы сотни детей из Самарской области. 400 школьников со впечатлениями и здоровьем отправились в Анапу. Всего же в этом году в летних и пришкольных лагерях отдохнули около полумиллиона детей из Самарской области. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Жители поселка Управленческий сегодня на сутки остались без холодной воды. Это связано с ремонтными работами. Планируется заменить часть водовода диаметром 600 миллиметров. Установить новые задвижки, произвести монтаж пожарного гидранта. Резервный вариант подачи воды в поселке Управленческий отсутствует. На время работ воду для жителей будут привозить в бойлерах. В течение дня они будут перемещаться. О месте их нахождения можно узнать по телефону, указанному на экране. Старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму подозревается в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 4 августа этого года подозреваемый получил от женщины 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее сына. Назначена служебная проверка. Если его вина будет доказана, ему грозит увольнение по дискредитирующим обстоятельствам и наказание по закону. А его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В эту субботу, 13 августа, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет День физкультурника. Гостей ждут соревнований по разным видам спорта. Это баскетбол, настольный теннис, шахматы, волейбол, футбол, бокс и другие. Помимо этого будет организовано показательное выступление, мастер-классы, выставки, детские конкурсы, авиашоу и интерактивные площадки. Все гости праздника смогут поучаствовать в спортивной эстафете и получить за нее призы. Открытие праздника в 10 часов. Вандалы с баллончиками краски каждую неделю портят не меньше 60 домов в исторической части Самары. Восстанавливать фасады после них приходится коммунальщикам и предпринимателям. На это тратятся немалые деньги и время. Будничную кропотливую работу увидела Валерия Макарова. Вот такие надписи – настоящая головная боль любого предпринимателя. В этом кафе следы вандалов оттирает уже третий раз за лето. На это, даже с помощью специальных растворителей, уходит не меньше 4 часов. Обидно то, признается управляющая рестораном, что труд этот часто напрасный. И через 2-3 недели все повторяется вновь. Сдача усложнится, если краска попадет на фасад исторического здания, каких немало в Самарском районе. Кроме того, что стереть эту краску, нужно подобрать специальный цвет. Если это сложные какие-то загрязнения, то придется нанять бригаду и согласовывать свои действия. Слава богу, в этом сезоне нам красили только рост в камне. Наверное, повезло. Такое, казалось бы, мелкое хулиганство оборачивается немалыми затратами и для коммунальщиков. Раз в неделю им приходится выделять день на то, чтобы устранить граффити. Красят и на втором, и на третьем этажах. И приходится заказывать и механическую руку, чтобы туда достать людей, чтобы покрасить. Поэтому достаточный средств уходит, и достаточно уходит человеческого труда. Самарский район – это исторический центр города. Сейчас здесь активно идет восстановление старинных фасадов. Чистая стена, как магнит для вандалов с баллончиками. За один только обход коммунальщики убирают надписи как минимум с 60 домов. Выявлять их часто помогают сами горожане. Обращение поступает как на твиттер, так и в общественную приемную нашего района. И сотрудники потребительского рынка делают ежедневный объезд района. Надписи на фасадах, не несущие никакой художественной ценности, своим авторам могут еще и аукнуться. За такой вандализм предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Вандалы в Самаре действуют не только на улицах, но и под землей. В начале 2000-х была похищена ценная табличка из исторического канализационного коллектора. Но к юбилею Самарского водопровода ее удалось восстановить. В глубины самарской истории в прямом смысле слова погрузился Андрей Горгуленко. Строительство коллектора Волжского склона началось в 1909 году. Альфред фон Вакана заказал проект канализации у Вильяма Хирлейна Линдлея. Этот инженер тогда был очень известен в Европе. По его планам были построены системы водоотведения в Праге и Варшаве, которые работают и в настоящее время. Для Самары же Линдлей сделал особый проект канализации. Ее особенность в том, что это не вертикальный спуск, а именно боковой вход в камеру, то есть с лестницы. В учебниках по канализации 1935 года, после об этом не упоминается, город Куйбышев приводится в качестве примера по строительству подобных сооружений. В 1915 году в коллекторе была установлена табличка с названием объекта и датой начала строительства. Но в начале 2000-х медный памятный знак был похищен. Табличка, безусловно, важна. Только у них удивительно, кто ее стащил и зачем. И так думаешь, как же воспитывать-то надо людей таким образом, чтобы они такие реликтовые вещи не таскали бы просто так. В этом году в рамках празднования 130-летия Самарского водопровода табличку решили восстановить. Теперь она будет из белого мрамора в цвет лестницы, ведущей в коллектор. Однако горожане смогут увидеть памятник только на фотографиях. Коллектор до сих пор является важной частью Самарского водоканала, а потому неподготовленному человеку без специальной экипировки здесь находиться не разрешается. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Научиться мыслить креативно можно на выставке работ самарских художников. Несколько лет они экспериментировали с цветом, формой и фактурой. В итоге в экспозицию вошли порядка ста работ. Это картины, фотографии и инсталляции. Современным искусством одной из первых познакомилась Лариса Шалафаст. Траектория движения, раскрепощенная чувственность и нити мыслей. Молодые самарские художники отражают в своих картинах то, чего нельзя увидеть в повседневной жизни. Главный девиз этой выставки – свобода от стереотипов. Здесь учат креативному мышлению. Например, кто-то в этой картине увидит только зеленые пятна и кусочки фольги, а для кого-то это река. Креативно мыслить Олег Комаров учился два года. По образованию психолог, по призванию художник. На выставку представил работу «Рисовать значит закрашивать, писать значит зачеркивать». Она состоит из 92 отдельных картин. В первую очередь это работа о сомнении, сомнении, которые нас всех одолевают. Свои работы на суд зрителей представили 14 художников. Все они выпускники Самарской школы современного искусства. В экспозиции порядка 100 работ, и над каждой посетителю придется задуматься. Если приходить на такие выставки без какого-то предубеждения, и без ожидания того, что мы в очередной раз увидим шишки на Вайзовского и еще кого-то, а просто попытаться принять, что есть еще и что-то другое, чему они в свое время не научились. Тогда все будет хорошо. Познакомиться с необычными картинами и фотографиями можно до 21 августа. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Провести время с пользой для здоровья и о проблемах жителей. Поговорить в железнодорожном районе Самары по инициативе жителей прошел большой спортивный праздник. В программе футбол, настольный теннис, баскетбол и шахматы. На праздники двора побывала и наша съемочная группа. Со спортом на «ты» Юрий Зинченко с юных лет. Особая страсть – настольный теннис. Играет сам и учит других. Для местной молодежи проводят любительские турниры. Вот и дворовый праздник – отличный повод собраться всем вместе, чтобы провести время с пользой для здоровья. Это же организует всех, это же спорт, это здоровье, это жизнь. Как же без этого? Без этого никак. Футбол, баскетбол, воркауты, даже шахматы – занятия по душе нашел себе каждый. Большие спортивные праздники во дворе на Никитинской проходят каждый год. С этой инициативой к властям обратились общественники. Просьба жителей услышана. Самое главное, что у нас установилась стойкая мода на здоровый образ жизни. И заниматься спортом надо обязательно всем. Мы видим, как родители приводят сюда детей, и вместе они сидят за шахматными столами. И это здорово. Власти еще есть над чем работать, для того, чтобы в каждом дворе появилось место, где мы должны растить с вами новых чемпионов для других Олимпиад. По итогам турниров победители получат подарки и дипломы. Организаторы обещают до конца лета провести в районе еще несколько праздников во двора. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. Самарский фехтовальщик не прошел и первый круг Олимпиады. Самарские дзюдоисты выиграли Куба губернатора. Сегодня был пятый медальный день на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И мы продолжаем болеть за наших. Увы, но самарский фехтовальщик Павел Сухов потерпел поражение в первом раунде. Как и четыре года назад в Лондоне. И снова роковой удар нанес корейский спортсмен. Только если тогда его соперник добрался до бронзы, то сейчас выиграл золото. Им оказался Пак Саньон. Серебро у венгера Геза Эмре. Бронзу у француза Готи Грумьи. Сухов занял только 20-е место. Зато сегодня российский дзюдоист Хасан Халмурзаев положил на лопатки американского соперника, принеся золото в копилку нашей сборной. Не исключено, что его достижения уже 11 августа сможет повторить самарец Тагир Хайбулаев, золотой призер прошлой Лондонской Олимпиады. Самарские дзюдоисты, впрочем, не только в Бразилии в центре внимания, но и у себя на родине. Накануне разыграли Кубок губернатора. Дарья Межецкая и Анастасия Конкина – принципиальные соперницы на татами. Обе представляют самарскую школу дзюдо в сборной команде России. Спуску друг другу не дают. Неважно, тренировка это или соревнование. Так и во время финала розыгрыша Кубка губернатора поединок шел на равных. Все решил один бросок. Верх в очередной раз взяла Дарья Межецкая. Кубок губернатора Самарской области. Это генеральная репетиция перед чемпионатом страны. Здесь спортсмены оценивают свои силы и возможности соперников. На татами вышли бороться 170 дзюдоистов из 17 регионов России. От Крыма до Челябинска. В летний период, в период межсезонья собрать такое представительство. Молодцы организаторы, хорошо, здорово поработали, замотивировали, пригласили людей. Многие ребята, которые здесь выступают, являются призерами и чемпионами европейских переносов, всероссийских соревнований, переносов России и даже чемпионатов. Награду оспаривали 75 мастеров спорта, 9 международников и даже один заслуженный мастер спорта России. В итоге команда Самарской области стала лидером соревнований. В копилке сборной 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин